Далой платежки за электроэнергию. Какие альтернативные источники используют жители Канска? Я пользуюсь чайником, я пользуюсь микроволновкой, у меня холодильник постоянно работает, вечером жена стирает, телевизор у меня практически не выключается. В Зеленогорске прошел городской пикник на газоне. Чем угощали и как развлекали гостей? Ну вообще хорошо, молодежь играет, ребятишки все, много ребятишек играют. У нас в городе такого я как-то первый раз вижу. В Новоселовском районе приступили к уборке урожая. На полях сельхозпредприятия Светлолобовская с самого утра работают комбайны. На своей машине механизатор с 30-летним стажем Гадыльзян Чипаков работает уже пятый сезон. Доволен ее скоростными показателями и комфортом. 9 метров захват, бункер, объем у него 10,5 кубов бункер. Что-то это значит. Насколько комфортно в кабине? Нормально, кондиционер работает, вентиляция работает, хорошо. РСМ – один из самых мощных и производительных комбайнов отечественного производства. Таких Светлолобова три. Клеборобы надеются, что в этом году удастся собрать неплохой урожай – порядка 30 центнеров с гектара. Работает 12 комбайнов. Сразу же готовим под будущий урожай. Версаталь ходит, уже пашем. Уборка будет не из легких, потому что масса большая. А урожай надо считать, когда будет уже в этих закромах лежать. Вот будет там хлеб. 2000 гектаров пшеницы, 1500 ячменя и около 1000 овса. Вот такие объемы предстоит обмолотить комбайнером только на этой ферме. Всего же сельхозпредприятию Светлолобовское необходимо собрать около 14 тысяч гектаров зерновых культур. В целом район к уборочной кампании 2019 года готов. В уборочной кампании будет участвовать 156 зерноуборочных комбайнов. И должен сказать, больше половины, наверное, это уже новых комбайнов, мощных. Работа по замене устаревших моделей тракторов и комбайнов ведется как в крупных сельхозпредприятиях, так и в крестьянско-фермерских хозяйствах. Растеневоды Новоселовского района приобретают технику на выгодных условиях. Все эти и многие другие факторы позволяют земледельцам собрать выращенный урожай в срок и без потерь. Этот магазин в северо-западном микрорайоне можно по праву назвать самым зеленым или же экологичным. И не только потому, что он торгует цветами, а потому, что все оборудование внутри этого павильона питается за счет энергии солнца. Благодаря вот этим, установленным на крыше, солнечным панелям. Альтернативная энергетика для Сибири явление пока очень редкое. Из массовых попыток внедрения разве что светофоры на пешеходных переходах. Но Андрей Шестернин пошел дальше и перевел на солнечную энергию свой магазин. Причина, по словам мужчины, проста – это банально выгодней. Сегодня от солнца в магазине питается все – холодильное оборудование, естественное освещение, музыкальный центр и даже чайник. При этом пасмурная погода и приближение зимы мужчину не пугают, ведь современные солнечные батареи легко вырабатывают ток даже в таких условиях. Здесь потому что стоят монокристаллы. Конечно, они при солнце работают очень эффективно, но им солнце не с ошибкой-то достаточно. Но только увидел рассвет, все, они начали вырабатывать ток. В отличие от поликристалла. В поликристаллу надо именно солнце прям. Поэтому мы вот перешли на монокристаллы. Ну, это последняя технология, последний как бы писк. Плотно солнечной энергией Андрей начал интересоваться еще несколько лет назад вместе со своим товарищем. Александра жизнь тогда буквально заставила искать альтернативу привычным источникам. Ну, началось все, опять же, благодаря нашему Креку, когда поставили выносные приборы учета. И счета просто за гараж начали приходить там по 12-13 тысяч за месяц. То есть, там, потребление 5 светильников светодиодных и паяльник с ноутбуком. Счета приходили по 12 тысяч. Воевали, воевали. По концовке они нас отрезали. Ну, и решили, пока дом строится, надо же как-то его строить, электричество где-то надо брать. Решили собрать маленькую станцию. Излишки, поступающие от солнечных панелей энергии, накапливаются в аккумуляторах. Их у мужчины 6. Работают уже 3 года без каких-либо проблем. До обеда в обед у меня уже станция заряжена. И я вечером прихожу с работы. Либо, допустим, здесь где-нибудь на огороде ковыряюсь. Пришел, у меня уже все заряжено. То есть, я пользуюсь чайником, я пользуюсь микроволновкой. У меня холодильник постоянно работает. Вечером жена стирает. Телевизор у меня практически не выключается. Александр считает, что свои затраты на данную систему он давно окупил. При этом аккумуляторов хватит еще года на 3 минимум. А у панелей и вовсе срок службы порядка 30 лет. За несколько лет увлечения альтернативной энергией мужчина изучил много нюансов. В этом хорошо помог опыт Украины, где даже можно продавать городу полученную солнечными панелями энергию. Нашел поставщиков оборудования по выгодным ценам. И теперь вместе с своим товарищем помогает в этом деле всем желающим. Кстати, вопросов у населения много. Некоторые даже считают, что на установку солнечных панелей нужно брать какие-то разрешения. Что, конечно, не так. Если вы тоже платите за электроэнергию по несколько тысяч рублей в месяц и устали от таких затрат, то задумайтесь над переходом на солнечную энергию. Возможно, это именно то, что вам нужно. С наступлением нового учебного года краевые госавтоинспекторы напоминают о правилах безопасности на дорогах. Полицейские рекомендуют родителям младших школьников повторить безопасный путь от дома до образовательных учреждений, чтобы напомнить ребенку, как нужно вести себя на проезжей части, а также в общественном транспорте. Водителям стражи порядка рекомендуют соблюдать скоростной режим и быть более внимательными при движении во дворах и местах массового пребывания детей. В Красноярском крае продолжается прием заявок на получение грантов, направленных на реализацию социальных проектов. Средства могут быть использованы на воплощение идей в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних, поддержки семьи и детства, охраны здоровья, культуры и краеведения. Принять участие в конкурсе могут социально ориентированные некоммерческие организации. Заявку нужно отправить до 10 сентября. Итоги конкурса подведут до 17 октября. Подробную информацию уточняйте на сайте грантовой программы. Ежедневно в скорую помощь поступает около 70 вызовов. Многие из них оказываются экстренными, добраться на которые нужно в считанные минуты. Но на пути скорой помощи нередко встают водители, которые мешают проезду. Юрий Лин работает в скорой более 30 лет. Рассказывает, что с каждым годом в Лисосибирске таких автовладельцев становится все больше. Это кажется, что мы едем с сиреной, с мигалками, что это не забава какая-то. Это просто необходимость. Потому что если мы едем на вызов, то это обычно какие-то случаи тяжелые. Или это дорожно-транспортные происшествия, или это какие-то производственные травмы, или другие травмы, или криминальные травмы, какие-то типа ножевых ранений, или еще что-то такое. Если в стационар едем, то мы с сиреной, с мигалками едем только в том случае, если у нас очень тяжелый больной, тяжелый или очень тяжелый даже больной, находится в машине, который нуждается в экстренной помощи в условиях стационара. Потому что по дороге мы не всегда можем все сделать. И поэтому препятствия нам на дороге, скажем так, это сказывается на состоянии больного и на качестве оказания ему медицинской помощи. В скорой рассказывают, что много и тех, кто тут же реагирует на специализированные сигналы. А вот дорогу не уступают в основном водители такси и молодежь. Врачи надеются, что повышение штрафа за отказ предоставления преимущества автомобилю скорой с включенными световыми и звуковыми сигналами повлияет на нерадивых водителей. Теперь штраф составляет от 3 до 5 тысяч рублей вместо 500, либо лишение прав на срок от 3 до 12 месяцев. В случае приближения автомобиля скорой помощи водители не должны начинать возобновлять и продолжать движение. Совершать какие-либо маневры, которые могут вынудить другого участника дорожного движения, имеющего по отношению к нему преимущество, изменить траекторию движения, либо скорость. Также по возможности необходимо принять крайнее правоположение проезжей части. Дело об административном правонарушении возбуждается в случае обращения сотрудников скорой помощи либо других участников дорожного движения с видеофиксацией правонарушения. Затем проводится проверка. Водитель привлекается к ответственности. Провести с пользой на природе субботний день смогли многие зеленогорцы. Уже привычное мероприятие «Рестопарк», проводившееся ранее молодежным центром, в этом году сменило формат на городской пикник. Новая не только форма, но и место. Лужайка напротив бывшего профтехучилища 39. Нашли место, вот это место, где мы сейчас находимся, оно абсолютно новое. Оно абсолютно непривычное, как место, где проводятся городские открытые мероприятия уличные. И мы нашли это место, оно нам понравилось, и мы, уже отталкиваясь от него, придумали такое название, как городской пикник на газоне. На несколько часов обычно пустующая лужайка преобразилась. На ней развернулись палатки, появились столы, скамейки из бревен, символизирующие привал. Ведь тема городского пикника – отдых на природе во всех его проявлениях. Здесь же расположились развлекательные площадки. Особенно востребованной среди малышей стала площадка «Лего» от «Леготеки». Дети постарше в это время рисовали себе амулеты с древними символами на площадке Зеленогорского музейно-выставочного центра. Мальчишек и мужчин привлекли локации страйкболистов, где можно было пострелять, а также клуба «Грифон», где можно было хорошенько побить друг друга мягкими тренировочными мечами. Новинкой стала площадка «Слейклайн». За непонятным словом скрывается всем известное хождение по канату, которое пришлось по душе всем пришедшим. Пытались ходить по стропе и дети, и взрослые. Весом до 120 килограмм может любой человек пройти. Страхуемся безопасно и очень интересно на баланс поработать. На самом деле такой инвентарь достаточно дешевый, где можно взять с собой в поход на поляну где-то и растянуть эту лебедку, ну и ходить, тренироваться в балансе, стать мастером баланса. Буквально сегодня ее привезли, сами никогда не пробовали, то есть там буквально пару часов в спорте все позанимались. И буквально до начала мероприятия мы уже стали ходить до середины. Это интересно прям моментами, то есть прям отвлекаешься от всего, что вокруг происходит, и только ты из тропа. Какой же отдых на природе без привала и вкусной еды. И организаторы накормили всех желающих походным блюдом, тушеной картошкой с мясом. Зеленогорцам городской пикник пришелся по душе. Хорошие впечатления, кстати, встретила знакомых тут с ребятишками, поиграли там, в домино поиграли, с ребятишками по канату походили, постреляли, чаю попили, калье поели, картошки. Ну вообще хорошо, молодежь играет, ребятишки все, много ребятишек играют. У нас в городе такого я как-то первый раз вижу. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!